Сначала трёхзначное на двузначное умножение, а потом трёхзначное на двузначное деление. Но лучше, когда вы освоите умножение, закроете эту тему. То есть, в принципе, детям понятно, как умножать, использовать таблицу умножения, использовать все темы сложения и считаем, потом уже переходить к делению. Сегодня мы присутствовали вместе с моими преподавателями на семинаре умножения и деления. Сложение и умножение у нас были одни правила работы на абакусе, сейчас мы работаем в середине абакуса. То есть, для нас это совершенно новые моменты, то есть, непривычные моменты, разряды, то есть, перевод чисел по зряду при умножении и делении. То есть, опять же, вспоминали с детства таблицу умножения и деления. Поэтому сегодня так голова-то у нас хорошо заработала. Очень много пришлось вспомнить из школьной программы. Считаю очень полезным этот метод, плюс вспоминаются какие-то давно забытые моменты и, в общем, тренировка, тренировка, тренировка мозга. Семинар состоял из трех основных блоков. Первый блок – это было умножение, второй блок – это деление, и дальше третий блок, самый интересный, с моей точки зрения, проедфитнес. Потому что это практически какие-то новые упражнения, которые нам здесь преподают, которые мы можем с детками внедрить. Очень интересные, как правило, упражнения. Я умножаю 2 на 6, получаю 12. Должна сделать минус 12. Да. Минус 1, минус 2. Я преподаватель партнерской школы Абакуса. Сегодня мной был пройден курс третьей-четвертой степени – это умножение и деление. В принципе, умножение было дано так же, как мы обучали в школе, так же было дано, как есть уже известные методы. Но поскольку эта работа была на Абакусе, это было интересно. Потом уже, когда идут уже двух-трехозначные, четырехозначные числа, мы уже просто складываем разряды и тем самым получаем правильное число. Также было разобрано деление. Деление было чуть сложнее, поскольку там надо было побольше вычитать. Но и когда четырехзначное число делено на двузначное, был такой элемент, как нулевой разряд. То есть даже если число двузначное, например, 43, оно является трехразрядным. И вот этот момент не надо забывать, поскольку это было часто ошибки возникают. Курс очень интересный. Сначала было немножко сложно, но потом разобрался. И уже жду не дождусь, когда я сам уже буду обучать детишек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова